Добрый день! Сегодня будем готовить пирог с ревенем. Сейчас его очень много продается на базаре, на дачах уже вырос хороший ревень и можно из него делать вкусные пироги. Тесто будем делать творожное, быстро все, не надо дрожжей, в общем приступим. Для приготовления пирога понадобится для теста. 250 грамм творога, 250 грамм муки, маргарина 250 грамм для выпечки хорошей брать, одно яйцо, чайная ложка разрыхлителя, начинка вот ревень, я его пучок здесь где-то грамм 600. Помою, почищу, порежу. Так как у меня творог такой зернистый, тверденький, я его блендером сделаю однородной структуры. Будем замешивать тесто. В чашу миксера вбиваем яйцо, всыпаем 130 грамм сахара, пол чайной ложечки соли и взбиваем. Хорошо взбились яйца, яйцо вернее хорошо взбилось, увеличилось в объеме. Добавляем понемногу маргарин. Маргарин размешался с яичной смесью, добавляю творог. Творог у меня после блендера стал такой пластичный, хороший. Размешался творог с маргарином и с яичной смесью, буду понемногу добавлять муку. Добавляю муку и чайную ложку разрыхлителя. Домешивать будем тесто на столе, на ковре. Тесто мягенькое такое, вот его домешиваем. Подпылила мукой, столько возьмет. Тесто хорошо это тем, что не надо ему не подходить, ничего сделали и может готовить пироги. Вот скатала тесто в шарик, вот видите мягенькое, подождет начинку это делаю. Ремень помыла, почистить надо вон сами. Видите, вот эти вот волокна, эти все надо почистить. А потом мелким кубиком я все порежу. Там такие твердые частички, эти вот на волокнах, они не нужны. Ремень почистила и буду нарезать мелким кубиком. Вот тоненький, то просто вот такие шайбочки. Потолще если часть, можно на двое. Вот стебель потолще, то я его пополам, еще можно тоже кубиком мелким. Вот я разделила кусок теста, что у меня был. Сюда чуть большую часть на низ пойдет, наверх чуть меньше. Раскатываю просто, подсыпаю мучийцу и раскатываю. Наматываю на качалку и переношу в противень. Покажу сейчас. Вот противень, перенесла и распрямлю еще. По дно. Чтоб тесто заполнило все дно. Вот заполнила я все дно и сделала из жгутиков, скатала жгутики бортики. Посыплю крахмалом этот слой немного, потому что ремень все равно будет пускать сок. Вот немного тесто заполнило. Так, теперь загружаю ремень. Не бойтесь, что много, он спечется и его будет мало. Так, распределим ровненько. Теперь лемень просто посыпаем сверху сахаром. Несколько столовых ложек, потому что это кислый. Посыпаем сладенько. Будет хорошо, кисло-сладенько. Посыпала. Теперь посыпаю корицу. Ремень очень любит корицу. Творог, яблоки, ремень любит корицу. Теперь по размеру пирога раскатываю верхнюю часть на кроем. Раскатала тесто я на бумаге, вымерила по размеру противень. Так, теперь перенесу. Сейчас и перевернула все. Теперь тут поправлю. Прижала края. Смажу яйцом. Смазала пирог яйцом. Отправляю в духовку. 200 градусов, минут 30-40. Я потом все скажу. Пирог достала из духовки. Пекся 50 минут. Пирог готов. Начинки много получилось. Сочная. Вкусная очень. Заходите на мой канал. Готовьте со мной. Кушайте с удовольствием. Приятного всем аппетита. И до новых встреч.